Всем привет, и на этом канале продолжаем пилить сервис для музыкантов, и сегодня мы реализуем модульность на бэкэнде. Информация для самых маленьких. Структура директорий в Laravel нормальная, нехорошая, неплохая, терпимая. Есть лучше, есть хуже, есть просто ужасно. Laravel окей, подходит для многих особенно небольших проектов. Но, во-первых, я знаю, что текущий проект будет большой. Минимум в плане функционала. Моделей, контроллеров, сервисов, трейтов, обсерверов, эвент-листнеров и т.д. будет много, и запутаться в них будет легко. Во-вторых, модульность сама по себе полезная. Она позволяет сделать коды довольно-таки поддерживаемым, позволяет изолировать специфические функции и в целом наводит порядок в голове разработчика. И последнее преимущество. Если вдруг какая-то часть приложения будет прям сильно-сильно тянуть ресурсы, очень популярно или плохо написано и не оптимизировано, модуль намного легче вытащить в отдельный сервис. Также принято говорить о переиспользовании модулей в разных-разных проектах. Но забудьте, даже самые базовые вещи а-ля авторизация очень часто специфичны от проекта в проект. Плюс ко всему код быстро устаревает, разработчик стает лучше, технологии продвигаются, фреймберки и решения стают круче. И в реальной жизни переиспользование модулей скорее исключение, чем какая-то практика. Итак, придумывать велосипеды я буду в следующих видео, а сегодня я беру готовый пакет, посвященный модульности. Ссылка на него в описании. Просто следуя инструкции, устанавливаю зависимости, публишу конфиги и добавляю директорию с модулями в Composer AutoLoad. И создам тестовый модуль. Функционала у модуля куча. Здесь он мне не нужен. В каждой директории лежит файлик git-tip. Это правильно, чтобы git не пропускал пустые директории. В корне проекта также появляется файлик модуль status.json, в котором модули можно включать и отключать. Это очень удобно, если вы хотите использовать фича флаги, у вас огромная команда, или вы пилите АБ-тесты на каждом шагу. Но здесь пока это не планируется, поэтому у меня все модули по умолчанию включены. Удаляю тестовый модуль и коммичу все в git. Так как далее будет много изменений, их будет визуально лучше видно. Плюс, хорошо коммитить каждый шаг. И иду в конфиг пакета модульности. Вижу там путь к файлам стабов. Получаю повод рассказать о стабах. Стабы в переводе в заглушки, а по-простому это файлы-шаблоны, по каким ларовой пакеты или наши самописные команды создают файлы. Центроллеры, квесты, серверы, что угодно, что можно сгенерировать командой и генерируется из стаба. Очень крутая способность лары, и далее увидим почему. А пока я в наглую копирую стабы с директорией пакета в директорию Stabs Modules. Важно именно в эту директорию, так как директория Stabs является дефолтной. Доллароваль командой может опубликовать свои шаблоны. Нас они не интересуют, так как 99% работы мы будем выполнять в модулях. Но директория пусть будет, мало ли. К сожалению, команды, которые опубликуют стабы с пакетом модульности нет, поэтому просто копируем нужные нам директории. И сразу же меняем путь к стабам в конфиге. Большинство стабов мне не пригодятся, но удалять я их не буду, так как будущее туманно, скопировать их по одному будет неудобно, а кушать они не просят. Протестирую, все ли окей. Добавив функцию DiveController, снова создам модуль блок теста, загляну в блок контроллер и вот она наша функция Dive. Закамечу стабы, чтобы лучше видеть изменения. Снова возвращаюсь в конфиг и удаляю те файлы и директории, которые, скорее всего, мне не понадобятся. Во-первых, это веб-роуты, их точно не будет. Далее все блейды. На каком-то этапе блейды могут пригодиться, например, для шаблонов писем, но точно не в ближайшее время. Также удаляю композер JSON, так как никаких индивидуальных зависимостей в пакетах пока не планирую. Ассеты тоже удаляю, все ассеты будут на стороне фронтенда, здесь чистый API. И по этой же причине удаляю веб-пак и пакет JSON. Далее отключаю генерацию директории команд, так как в большинстве модулей команды не будет. Ассеты, локали и вью также не нужны. Снова создам тестовый модуль и уже по консоли вижу, что файлов генерируется намного меньше. Просматриваю файлы, ищу файлы, которые мне не очень подходят. Начну с контроллера. Вьюг у нас нет, поэтому просто скопирую стаб с API контроллера. Далее смотрю на сервис провайдер. Здесь есть функция регистрации вьюг и файлов локализации. Все поднож на уровне стабов, это нам точно не нужно. Следующий поднож идет роутер сервис провайдер. Там удаляю регистацию веб-роутов. Вроде все окей, осталось отполировать. Здесь очень быстро. Снова пересоздаю модуль блок, смотрю на ошибки в контроллере и справляю их на уровне стабов. Иду в роуты и создаю тестовый роут, чтобы убедиться в работоспособности модуля. Проверяю. Ура, вот мои единички в браузере. И копирую логику роутов в стаб. При этом заменяю путь роута на имя модуля. Пусть роутер возвращает имя модуля. Так как имя модуля в единственном числе, а нормальный REST API требует роуты во множественном, я просто добавлю в туду комментарий. Change to Plural. В идеале надо бы взять команду генерации этого роута и добавить туда переменную, но мне очень лень. Туду написать намного проще. Далее пройдемся по миграциям. Для понимания будущих видосов, миграции можно локализовать в модуле. Это очень удобно, ты работаешь внутри модуля, твои миграции совсем не трогают команду, не выполняются на сервере и так далее, пока ты их не опубликуешь. Создам тестовую миграцию и тестово ее опубликую. Она просто копируется с директории модуля в директорию миграции проекта, и это прекрасно. Итак, с этим разобрались. Вспоминаю, что на проекте есть кодстайлер. И очень не круто, если прям новосозданный модуль не подходит по правилам кодстайла. Поэтому запускаю инсинк и вижу, что все пропало. Разбираюсь с ошибками по очереди. Во-первых, инсинк не любит туду. А я люблю, поэтому отрубаю это правило. Туду в коде дико полезно. Оно помогает помнить о каких-то своих технических долгах, о том, что мы ждем каких-то изменений или просто напоминаем сами себе либо команде о чем-то, что нужно сделать. Далее убиваю неиспользованные реквесты в контроллерах. В целом, хорошая практика. 99% реквестов будут основных файлов реквестов. Немного подстраиваю сервис-провайдер в стаб, чтобы соответствовать кодстайлу по умолчанию. И сталкиваюсь с неприятной штукой. Локальные миграции модуля не соответствуют PSR4 стандарту, так как неймспейса нет. Но неймспейса нет и в оригинальных миграциях. Очень быстрый ресерч показывает, что вся директория датабейс не проверяется инсигном. Хочу так же, но для всех директорий датабейс внутри модулей. Регуляркой сделать это не получилось, возможно я тупой, но я напишу маленькую функцию, которая выдаст мне все пути к датабейс внутри каждого модуля. И не просто напишу, а оберну ее в сервис, как статическую функцию. Тут маленький совет. Не знаешь куда впихнуть функцию, а и в сервис, как статическая функция. Пушать она не просит, Сьютать ее легко, а код выглядит чистеньким. Итак, вот функция getModulesSubDirectory. Как параметр хочу получать имя субдиректории, которые мы хотим в списке. Сейчас это датабейс, но возможно понадобится еще, поэтому лучше дать шанс функции и использоваться много раз. На моей функции с конфигов беру путь к модулям. Достаю все директории внутри модуля, и к каждой добавляю базовый путь в начале, и указываю субдиректорию в конце. Все делаю ArrayMap. Для новичков функции ArrayMap, ArrayFilter и ArrayReduce знать надо. С огромной вероятностью вас спросят об этом на собеседовании, и просто знание этих функций сделает ваш код в разы лакомичнее, чище и продуктивнее. Замечаю, что PHPStorm не предлагает мне существующие конфиги, а значит что-то не установлено. Захожу в плагин и вижу, что не установлен плагин Laravel. Он очень полезный, поэтому ставлю его и добавляю его в обязательной зависимости. Зачем я это делаю, было в видосе, где я добавлял .id в гид. Можете глянуть, возможно вам будет полезно. Продолжаю. Дальше просто вызову этот метод в конфиге Insigno в поле Excluded. Так как функция возвращает массив, я спредом разберу его на отдельные компоненты. Так как в Excluded, возможно захочу вставить еще какие-либо файлы, либо директории. Да, тут тоже важно, спред надо знать и понимать. Он делает код изящнее, как на PHP, так и на JavaScript. Проверяю, ура, все зеленое, Insigno не на что ругаться. Кстати, цикломатическая сложность, приложение упало. Туда, продолжаю наблюдение. За кадром немного подправил код стальстабов, ударил модуль блога и все покоммитил. Но это не интересный контент. В следующей серии уже начнем немного пилить код, а конкретнее авторизацию через токены. Всем спасибо, всем удачи!